Доброе утро. Сырок я. Игорь спрашивает. Саша, Таня, смотрим. Сегодня утром просыпались, часов 7-8. Потом мы опять уснули, вот полдвенадцатого встали, офигеть. Ну, что, ну, как день прошло? Пытаюсь отвлечься, но толку мало. Котики-то. Так что очень интересно. Думаю, что еще какие-нибудь закажу книги из этой серии. У меня три есть. Рождественская история, вот история любви и еще усилий духа или осмелости, что-то такое. На самом деле здесь около 20 книг в этой коллекции. Мне очень нравятся легкие рассказы, легко воспринимается. В общем, супер. Интересно. Я тут немножко кашеварю. Варю филе куриное и яички. Будет салатик. Так, надо сейчас поубавлять газ. Я не помню, говорила или нет. В выходные решила посвятить бренду, соцсетям. Поэтому тут дела всякие делаю. Вот. Не работа, но тоже по работе. Игорь тут арбуз. Решил покушать. Я тоже захотела. Никто у нас арбуз не ест. Сирик, ты ешь арбуз? Нет. Так что кушаем. У нас уже четвертый час. Блин, время так быстро лисит в выходной день. Ужас. Я здесь сижу за компьютером. Сейчас занимаюсь постами для рабочего аккаунта. Будет очень интересно. Особенно тем, кому интересен дизайн. Я туда пока вообще никого не зову. Но я смотрю, там уже накопились подписчики. Многие, наверное, увидели мою страницу в рекомендациях. И там прям уже подкопилось неплохо так для старта подписчиков. Так что прикольно. Вот. И вот я пока планирую только что буду выставлять. Какие проекты отбираю. Буду делиться там. И пишу по знакомствам. Хочу рассказать вообще о своем опыте именно до того, как я пришла к дизайну. Потом уже рассказать, конечно, о опыте в дизайне. Вот. В общем, в процессе, так скажем, в таком рабочем. Очень красивые такие ленту продумываю. Тут вообще все будет стильно. Еще сделали новые фотографии. Ну, короче, вообще будет круто. Если вам будет тоже интересно, я оставлю ссылку здесь на рабочий аккаунт мой. Вы тоже можете туда подписываться, наблюдать за какими-то рабочими моментами. Если вам эта тема, да, сайты, дизайн, все это бизнес интересным, то я буду рада. Папа у нас там все-таки перебирает. Он ушел, да? Хотела его заснять, пока я болтала. Он уже ушел. Вон, вон там вот. А, ну, там. Короче, вон, видите. Так все нудно, рутинно. Кошмар. Сколько терпения надо. Вот. Так что все предели. Мама там сегодня уборкой занимается. Вот. Игорь тоже там занят в компьютере. Так что у нас такое сегодня. У меня лично это творчество, наверное, больше, чем работа, поэтому создаю ленту, готовлю все. Ну, и по работе тут пару моментов решаю. Так что такая суббота ленивая, но не скучная. У нас приезжает вот такой трактор и забирает мусор. Вот. А мы вышли погулять. Пока солнечно, тепло. Что же так не делает пол? Так тепло на улице, классно. Я говорю, как будто прям лето. Хорошо на улице. Тепло. Игорь, даже толстовки. Потому что куртку его в стирку я не несла. Гуляем, короче. Пройтись немножко. Смотрите, как его подстригли. Я говорю, придурки. Игорь, что ты их искорбляешь. Пефец. Варвары. Мы гуляем по набережной улице. Красивая улица. Давно не гуляли. И вообще так это... Игорь, что ты их искорбляешь. Так это идёшь медленно. Не то, что на велике скорость, так медленно, всё медленно. Красиво эти как осенняя ольховка. У нас получается, что мы сюда приехали, но мы зимой немножко жили, потом весной переехали, зиму весной жили, лето. Вот сейчас идёт осень, и по сути мы охватили уже все времена года. Самое классное это, наверное, зима, потому что тут снега реально много. Ну, летом купаться. Реально-нереально. Прошли дом вон там, который нам нравится. Что-то я забыла заснять, но мы его уже снимали. Смотрите, впереди коровы. Классные? Поснимаем для вас. Беспалево, что я снимаю? Куда в сторону? Большие коровы, да? Короче, что-то стрёмно мне было снимать, а ночью так близко на меня смотрится. Страшненько. Конечно, детей пугали всё детство. Придёт бучок, забодаю-забодаю, да? Угу. Вот мы и боимся. Я бы такое красивое. Там уже закат. Классно. Работы побольше, побольше заработать. Вот. Ну и того-того, без того никак не получится. Вот. Мой. Игорь поздравляет своего дядя с днем рождения. Ну, можешь удалить. Поздравляет. Это, получается, Ленин брат. Лена, у него там гостя. Да я уже из нее набрал, я уже вкусно. Решили купить по котлетке и за хлебом зашли заодно. Идём. Смотрите, как у нас всё жгут. Аж не видно ничего. Жесть. Покажи свою котлетку. А то все думают, что ем только я всегда. Я тут уже настругала салат. В общем, рассказываю, что у меня здесь. У меня морковка по-корейски. Кукуруза. Курочка. Яйца. Ещё я сюда добавлю сухарики и грибы. Короче, вот такой салат сегодня у нас на ужин. Всё нарезала. Сижу параллельно смотрю Катю. Тут у меня телефон на зарядке, поэтому так держу его. Вот. Всё нарезала. Теперь осталось грибы. Если Игорь принесёт от мамы. Сюда добавить. И всё это заправить. Ну блин, вкуснотища будет. Я подобные с корейской делала с колбаской. Тоже было вкусно. Я думала, курочкой ничуть не хуже будет. Ммм. Как пахнет. Мы пришли к маме за едой. Это я сказала, когда уже сюда пришла. Мама готовила сегодня картошечку в горшочках. Посмотри. Вау. 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 Вспомнила такую песню. Знаете её? Базук. Я пошёл и начинаю шляпу. Вау. Вау. Любви к тебе и я. Так ещё никто не шутил. Как я и он. Он меня, шутяк посадил. Пустой вагон. Манит перерусель. Что-то у меня ностальжизм. Игорь знает, а мы ужинаем. И посмотрим, как так. Всем приятно. Сири, что ты делаешь? Не нравится, не трогай. Мы кушаем апельсины, и все кошки такие. Думали, мы им сейчас что-то вкусненькое дадим. Сири. Ну что, что-то. Не, котик, кушай. Смыслное такое. У нас сейчас ночью, кстати, уже идет эта бриллиантовая рука. Вот что захотелось апельсинчика. С Marketplace. Играет музыка. Лови. 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 СAI.